Илья, буквально месяц до одного года, как у вас появилась в управлении торговая сеть «Чижик», с какими результатами пришли к этому времени и что удалось сделать за этот период? Нам удалось сделать очень многое. На сегодняшний день у нас 29 магазинов, сегодня 29 магазин открыли. До конца года мы планируем открыть 60-70 магазинов. За это время, фактически, от открытия первого магазина мы прошли путь до формирования полного ассортимента, до создания стратегии собственных торговых марок. У нас на сегодняшний день уже 135 СКЮ на полке собственных торговых марок. Фактически, у нас выработан полностью весь технологический процесс, как работы магазина, так и всего supply chain. Поэтому, можно сказать, что серьезная такая заготовка для тиражирования бизнеса создана. Конечно, то, что сейчас 29, а до конца вот столько еще, всего три месяца осталось. На начало года их было четыре. Да, да. А вот вы сейчас в московском регионе, в Твери. А какие новые регионы будут покрываться, ну вот, скажем так, совсем в ближайшей перспективе? Нет, в этом году мы еще войдем во Владимир, а на следующий год мы начнем наше движение от Москвы в сторону Урала. Какие преимущества площади занимают магазины, да, какой ассортимент, вот вы сейчас обозначили, что уже больше стало СКЮ, которое занимает именно СТМ. Какие еще вот особенности формата вы могли бы подчеркнуть нашим зрителям? У нас все очень просто. 250-270 квадратных метров торговый зал, 750 СКЮ регулярного ассортимента, 50 СКЮ представляют товары и науто, и науто, и 750 СКЮ, целевая наша задача, 75% выпустить товары под собственными торговыми марками, в конечном итоге превратить их в собственные торговые бренды. Вот на сегодняшний день у нас 135 СКЮ, до конца года будет порядка 300 СКЮ. При этом на сегодняшний день мы уже можем констатировать, что наш потребитель очень высоко оценивает собственные торговые марки, нами выпущенные. У нас на сегодняшний день доля продаж составляет 20%, на конец года мы планируем, что это будет 40% от объема продаж. И самое главное, у нас уже на сегодняшний день порядка 60% чеков содержат продукцию наших собственных торговых марок. Это очень феноменально с нашей точки зрения, мы очень довольны. А если говорить про сотрудников сейчас, все-таки тема персонала такая трудная. Сколько человек работает в каждом магазине и получается ли быстро набирать необходимое количество персонала? Знаете, персонал это всегда сложная такая материя, особенно в нашей ситуации, когда инфляция растет, и людей на рынке труда не хватает. На один магазин в среднем у нас 7 работников. Если магазины имеют какие-то совсем высочайшие уровни продаж, соответственно 8 работников, на сегодняшний день мы справляемся. Все магазины полностью фактически укомплектованы. Дискаунтер. Соответственно, мы понимаем, что какой-то супер выкладки не должно делать. Но вот до каких пределов, например, не делаете того сервиса, чтобы соответствовать дискаунтеру и чтобы, соответственно, не загружать ваших сотрудников излишней работы? Знаете, нам нужно провести съемки на магазине, чтобы вы посмотрели, потому что у нас традиционно в стране бытует мнение, что дискаунтер это такой убогий грязный магазин с низким уровнем инфраструктуры, с плохим качеством обслуживания. И чаще всего это самая низкая цена на закрытие какой-то калории, какой-то потребности. Вот наша задача полностью изменить отношение россиян к слову дискаунтер. Наш магазин это такой приятный, я бы сказал, веселый, насыщенный различными цветовыми гаммами магазин, в котором товар выставляется в групповой упаковке. Но благодаря тому, что большая часть групповой упаковки уже на сегодняшний день это собственные торговые марки, они все яркие. Когда вы взойдете в магазин, я думаю, вы будете приятно удивлены, насколько возможно, что с одной стороны все стоит коробками, а с другой стороны все настолько приятно и интересно выглядит. Когда вы увидите еще и цены, и сопоставить это с тем качеством, которое у вас стоит на полке, я думаю, что вы будете вдвойне приятно удивлены. Сейчас мы находимся на конференции партнеров X5 Group, и давайте поговорим о стратегии работы с поставщиками. Все-таки узкая полка не всех позволяет взять, тем более сейчас большим количеством собственных марок. Как вы выстраиваете сейчас взаимодействие с поставщиками, кого вы точно берете и какие там бренды, не бренды? Как в эту сторону вы смотрите? Ну, открылись мы изначально на стопроцентных брендах. Вот, и вот фактически весь этот год, каждый день, каждую неделю у нас появляются новые, так скажем, новые бренды собственные, собственные торговые марки. Как это выглядит вообще? Изначально, как я говорил, мы создали такую стратегию ассортимента, в которой мы не мыслим словом категория, мы мыслим словом закрытия потребностей. Например, молоко 1% жирности – это одна потребность, молоко 3,5% жирности – это вторая потребность. Это одно СКЮ и одно СКЮ? Это одно СКЮ, да. В нашем случае чаще всего одну потребность мы закрываем одним СКЮ. Если вы придете в супермаркет, причем супермаркет отличается магазин у дома, а магазин у дома отличается от нас. А по большому счету гипермаркет отличается от нас от всех. Это ширина и глубина ассортимента. Чем больше магазин, тем больше глубина и ширина ассортимента. В нашем случае мы в своем ассортименте имеем абсолютно базовые товары. То есть мы покрываем где-то 60-65% потребностей, которые вообще существуют. И при этом львиная доля этих потребностей нами покрывается одним наименованием товара. Другой вопрос, что задача как раз создать такое наименование товара, собственно, торговой марки, которая будет с точки зрения качества соответствовать лучшим брендам на рынке, а с точки зрения цены будет значительно дешевле. То есть по большому счету все искусство заключается именно в этом. Поэтому мы находим лидера категории, после чего мы находим производителей, которые готовы выпустить продукцию, которая будет в слепых тестах побеждать, либо в худшем случае будет равна по результатам слепых тестов лучшим брендам в категории. Вот интересно, что вы фактически, наверное, тот магазин для таких покупателей, которым не хочется выбирать, чтобы за них уже выбрали. Получается, да, находить? Знаете, мы были очень сильно удивлены, когда мы делали, так скажем, концепт, мы были уверены, что потребитель очень позитивно оценит с точки зрения цены. Ну, цена и высокий уровень качества, потому что качество для нас это вообще номер один параметр, с которым мы работаем. Мы были очень сильно удивлены, когда начали НПС замерять, как потребитель реагирует на простоту принятия решения и быстроту покупки. То есть мало того, что магазин 250 квадратных метров, в нем еще и очень быстрый выбор. Тебе нужно масло? Один вид масла. Тебе нужно купить молоко? Один вид молока. Тебе нужно купить, я не знаю, семечки? Один вид семечек. Вот. И с этой точки зрения, конечно, получилось очень удачно. И вот все-таки слоган «Продукты по улетным ценам» как получается соответствовать? Вы говорите, что я удивлюсь той цене, которую я увижу на полке. Как? Абсолютно получается. Я думаю, что вы будете приятно шокированы, берите с собой побольше кошелку, проведете закупки. Нет, действительно получается. Но другой вопрос, чтобы такая разница по цене, так скажем, имела место быть, необходимо большое количество факторов. С одной стороны, должен быть великолепно выстроен технологический процесс, как в магазине, на складе и вообще по всей цепочке создания ценности. Это должен быть продукт, который позволяет этот процесс выстроить. Поэтому и собственные торговые марки, поэтому наш упор на технологичность. Вот. Это должна быть система низких наценок, которая, так скажем, позволяет подобную цену дать. Это должны быть большие объемы. И вот наша задача как раз сложить, собрать этот пазл из всех этих элементов. Такой вопрос. Вот вы сейчас пойдете в регионы, и есть вот такой тренд на местных поставщиков. А как в ситуации, когда у вас один СКЮ, будете ли вы вообще решать такой тренд, ну, решать задачу работы с местными поставщиками и, соответственно, заведения такого плана СКЮ? Или это все-таки для вас будет определенное федеральное покрытие моно, ну, такими брендами, которые, ну, в ТСТМ, и в целом только одним ассортиментом? Мы уверены, что небольшое количество исключений для удаленных друг от друга регионов будет. Но это будет буквально, там, не знаю, 10, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Плюс мы рассчитываем, что в дальних регионах наши, собственно, торговые марки будут делать для нас местные локальные производители. То есть такой расчет тоже есть. Ну, а дальше будем решать проблемы по мере их возникновения. Понятно. Онлайн-канал, ну, нельзя не спросить об этом. Будет ли в этом направлении работать? И параллельно подскажите, какие цифровые сервисы планируете запустить для того, чтобы соответствовать веянию времени? Мы ведем работу над мобильным приложением, потому что без мобильного приложения уже тяжело себе представить. Вот. И мы в ближайшие несколько месяцев начнем на нескольких тестовых магазинах доставку. Ходим посмотреть, как это работает. Благо, внутри экосистемы X5 запустить это очень легко и быстро. Это все есть. Вот. И, соответственно, по результатам тестирования, я думаю, что в середине следующего года у нас появятся уже какие-то первые выводы, какие-то первые ощущения. Первый опыт мы приобретем. Ну, и практически всех спикеров сегодня спрашиваю о том, все-таки, про планы. Да, обозначить еще раз вот ключевые моменты, с которыми вы будете работать в ближайший год. Два, три, если, ну, насколько у вас там сейчас горизонт планирования и к чему вы придете, вот, не знаю, там, к 23-му, 25-му году. Знаете, у нас уникальная ситуация в плане того, что, с одной стороны, мы стартап, а с другой стороны, мы стартап внутри огромной корпорации, корпорации номер один в своем бизнесе на национальном уровне. И вот, еще мы не доказали все гипотезы, а с другой стороны, мы уже, так скажем, финализируем планы по масштабированию. Действительно, начало года 4 магазина, сегодня 29. Так, если в процентах посмотреть рост, то такой чистый стартап из хай-тека. До конца года там 60-70 магазинов, несколько сотен магазинов на год следующий. И 3000 магазинов у нас стоит задача открыть по итогам 2024 года. То есть, вот это те задачи, те планы, которые мы имеем. Представляете, что это за масштабы? Это надо развернуть фактически по всей стране сеть, создать команды, которые будут это делать, открыть распределительные центры, выстроить всю эту логистику. То есть, то, что наши старшие братья и сестры, там, перекресток и пятерка создавали 20 лет, мы должны фактически сделать за 3-4, максимум 5 лет. Амбициозная задача. Однозначно. И, наверное, знаете, очень часто говорят о том, что за Уралом пока еще не так много федеральных игроков, а за Урал в сторону Владивостока. Знаете, мы будем степ-бай-степ. Сначала до Урала, потом на юг, потом уже будем думать про Дальний Восток и Сибирь. Спасибо большое за ответы, вам успехов, будем ждать новостей. Спасибо большое, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Продолжение следует...